Слоны идут в атаку из-за своего шамана, раздавят кого угодно. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Мы починили очередное племя, мы взяли под контроль целиком... Не, не всё ещё не взяли. Ещё бы вот этот Элан забрать раньше, чем наш большой друг, и всё было бы хорошо. Тем временем мы видим тут ещё одно племя. Так, где ты тут находишься? Вот оно, оно, это племя Носорогов. Доход от крестьянства поднимут. Ну, баланс сил на их стороне. В принципе, нам племя Цванки однозначно нужно забирать. Сейчас практически любое племя сильнее нас. Империя Хань только военная мощь, не чёмная. И они рядышком, в принципе, на них можно будет наступать тоже. Здесь уже начинается всё больше появляться у нас и растягиваться граница империи Хань и всех этих ханьских фракций. И, в общем, Мулу оказывается между двух огней практически. Вы начальник, который не может обеспечить будущее, собственно. Да, да, да. Но нам нужна ещё одна должность. В принципе, коррупцию уменьшить. Наверное, давайте... Ну, ты-то счастлив, в принципе. Можно ДОСы назначить, если он там сейчас будет слишком выделываться. Как вариант... Как вариант, можно будет подождать ещё, назначить на следующий ход. Город, ячейки, постройки. Здесь гарнизона пока нет совсем. Вообще не... Да и вообще в перспективе здесь гарнизон маленький. Слоны, конечно, у нас появятся в гарнизоне, а это уже нехило, но они появятся у нас где. О, слишком поздно. Всё это будет слишком-слишком поздно. Тем не менее, город нужно развивать. Город нужно качать. Потери восполнять, считай, нечем. Нечем нам восполнять потери. Торговать, ну, в любом случае, нужно. С кем-то бы сейчас... Даже с вот этим племенем носорогов, на самом деле, бы заключить торговлю. Но они не сильно-то и жажут. Этой самой торговли. С ними договориться сложно. Будет очень-очень сложно. Мы многих потеряли. Мир через завоевание. Мир через... Через непонятно что. Приборные могут выполнять поручения на благо вашей фракции. Просмотрите доступные назначения. Ага, ага. То есть, по факту, шпионы тут... Вот, отображаются. Но их-то нет вроде как. Вроде как никто к нам не пришлёт. Пришлёт. Шпионов. Но они есть. И вроде бы они есть. Ну, мол, на следующий ход выдвинешься. В любом случае. Нанимать в идеале бы стоило кого-нибудь нам сейчас. Хотя бы парочку бойцов, чтобы пока мы дошли, восполнили потери. Но денег нет. Экономически мы себе по воле такое не можем. Вы можете зас... Пока кандидаты в должность ждут повышения, работа, которую они могли бы выполнять, не выполняется. Вообще ужас. Ужас. У нас есть новый ритуал рыбы. Рост населения и производство продовольствия увеличится. Но продовольствия мы не производим. А доход от всех источников уменьшать не стоит. Хоть и рост населения это хорошая тема. Но сейчас по-прежнему предлагаю использовать ритуал слона. Мы. Слоновья фракция и слоны нам помогают. Счастье и общественный порядок. Исключен... Включена, точнее. Мэнхо. Ага, цванки, ты уже взял их. А вот ты, племя цванки, взято. Все-таки под контроль уже. Жаль. Жаль, что я могу сказать. В принципе, на этом можно и закончить пока прям такую экспансию. После новой победы к вашему двору прибывает некий чужеземец из далеких краев. Поздравляю вас с крупным успехом. Незнакомец предлагает вам себя на роль слуги и советника. К добру это или нет, но в стране их весьма решительно настроен остаться на вашей службе. Искусный боец. А, ну в принципе так-то ладно, нормально. Получен предмет. Предмет нормально все тогда. Но если предметик, то нас это устроит. Сколько до восполнения? 7 ходов. Ну 7 ходов отсиживаться мы можем потерять слишком много. Мы можем потерять слишком много. Порядок улучшается на данный момент. Задание было построить там этот... Где? Захватить и оккупировать. Есть. Вот. Чаевод. Ну и прорыв в экономике. Следующий этап. Давайте чаевода тогда этого начнем возводить. Пока будем... Чаеводничать. Сюда идти тоже. У нас с Мэнхо очень сильно пересекаются интересы. И с одной стороны его сейчас попытаться покорить... На начальном этапе интересно. Можно прям... Хорошего полководца заполучить. Заняться его прокачкой. И подумать о прочих делах. А с другой стороны... А фиг его пойми. Так, Досы. Досы счастлив. 20 лет. Счастлив. И даже конфедерация... Его не напугала. Здесь... Женушка твоя, да? Тоже к нам пришла. Но у нее ничего такого уникального нет. Хотя веер. А ну-ка. Давайте. На счастье увеличивает веер. Ну и Досы. Ты в любом случае первый левел. Ты считаешься как бы... По умолчанию... Легендарным лордом. Пусть и неиграбельным. Почему бы и нет? Почему бы тебя и не закинуть на самом-то деле тогда... В армию. Что у тебя по армии по самой? У тебя есть отравленные стрелы. У тебя есть нанимательские войны. Копья. Отравленные. Есть уникальные отряды, которые к нам пришли вместе с ним. Но! Это же содержание. А сейчас будет офигеть как... Утяжелять. Только вот эти ребята 200 стоят. А у нас все деньги потрачены сейчас. А у нас денег как таковых и нет. Отправить сюда стек. Посмотреть, что у этих. Или все-таки пытаться объединять. Ну, наверное, давайте попробуем объединять. А ну-ка, сейчас ради интереса скорость исполнения. Здесь 7 ходов нам, да, обещают. 7 ходов. Мы выйдем... Ну, вот сюда куда-нибудь. Не поручено защищать. Пойдем, не торопясь, через лагерь. Восемь. Вернуться к обычному режиму. Восемь. Лагерь вообще здесь как-то не помогает ни разу. Ну, окей. Тогда спокойненько двигайся. Спокойно двигайся сюда. Здесь мы попробуем отправить шпиона. Ну, давай вот недовольного назначим. По факту все бабло свое. Втюхаем. Ну, племя. Деньги не особо нужны. Ага. Ага. А он сам нам объявляет войну. То есть, в целом, Мэнхо напрашивается. Мэнхо напрашивается сам. Пытаться его поймать на контратаке. Потому что у него есть слоны. У него тоже есть слонники. У него так-то есть хорошие войны. И война объявлена. Тигр без когтей. Хуан Адзус сразил Суньцзяня в битве при Саньяне. Суньцзянь пал под градом вражеских стрел. Ну и все. Царство уйдет по исторической своей ветви. Нам объявил войну. Нужно как можно скорее восполнять потери. Давайте в Цванки отступим. В городе все-таки чуть быстрее это дело происходит. В идеале прям максимально быстро нужно будет восполнить потери. У него еще и несколько стеков. У него еще и несколько стеков здесь будет сейчас. Так, Мулу. У тебя есть же тут новый. Ну ладно, давай. По характеристикам хотя бы он более-менее интересен. Тебе. Еще добавим. Издаем. У нас преимущество небольшое в слонах. У нас слоны-полководцы. Плюс я надеюсь он сейчас, если будет нападать, то на вот это поселение, где есть гарнизон. Который медленно, но уверенно хочется верить, восстанавливается. Да, тут хотя бы есть отряды, которыми можно подставить. Объявлена война. Еще одна война. Он хочет воевать сразу на несколько флангов. Это хорошо. Птица высокого полета. Подлый человек. Либау. Либау. Это еще наш доверенный сослоником Либау, а? Не надо его это. Отпускал. Нам нужен слон. Слон нам нужен. Очень нужен. Так, давай с тобой поговорим. Если так все происходит интересно. У нас сейчас... Кстати, конь. Конь, 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 конь. Его можно продать. Если есть деньги. А у них есть деньги сейчас. Они считаются очень богатыми, состоятельными ребятами. Мы можем потратить этого коня. Потому что, ну, зачем он ему, да? Ну, что он там? Массу, скорость медленнее. Масса чуть выше. Ну, разберешься ты и так. Оружия. Другого для тебя нет. Есть, кстати, еще один этот чувак. Назначим теперь тебе его. Наверное, так и поступим. В целом... А ну-ка, а с кем у нас более-менее хорошие отношения? Есть такие? Ну, на самом деле, нет. К сожалению, такого не предвидится. Обменяться территориями? В войну объявлять не хочу. Отношения... Военные преступления против ваших врагов? А ты с Мэнхой еще и начал торговать-то, собака, а? Собака ты, сутулый. И реально сейчас торговать не с кем. К сожалению. К сожалению. Хотя, вроде бы, есть... А, ну мы с Империей Хань-то не можем торговать еще. У нас еще не открыты такие возможности. Значит, разговариваем. Допустим, о пакте... Ненападение. В чем сомневаюсь тоже, что мы сможем подписать это. Эти не хотят. Эти не хотят. Ладно, сдаем ход. Продавать коня сейчас не будем. Как цыганы на рынке. Мэнхо отступает. Судя по всему, его этот немножечко отвлек. Дороги Китая одни из лучших на свете. А, в джунглях. А, еще один. Еще один мерзавец вступил в войну. Это хорошо, это хорошо. Развитие фракции торгового предприятия. Задание выполнено. Прорыв в экономике. Экономических. Рождение нации. В городах и весях вашего растущего племени не умолкает стук молотков и топоров. Один из ведущих зодчих, участвовавших в возведении ряда новых зданий, просит вашей уединции. Впечатленный тем, как окрепло племя под вашей властью, он желает служить вам лично и предлагает все свои знания и умения как строителя ваше распоряжение. Время строительства область под управлением, но пока он нам не нужен. Военачальники получили заслуженное повышение. Либо посидел, подумал, прокачался. Все замечательно. Давай здоровье генерала. Давай сюда пока что. Прокачаем тебя так. Получим строитель в курсе развития персонажей. Чаевод и город. Самое главное, чтобы у нас... Сейчас восстаний не было. Сейчас не хочется на них отвлекаться. Сейчас это совсем не вношу. Входит в сферу интересов. Отступил к поселению, но не прошел мимо. То есть не перешел на другой фланг. Он пока просто здесь сидит. Ладно, хорошо, мы тоже посидим, просто подождем. Укротитель зверей. У тебя пока только два, может быть. Агрессор, агрессор, агрессор. Мы можем экономику чуть быстрее сейчас изучать. Доход от крестьянства, производство продовольствия и рост населения. Рост населения, я думаю, сейчас самое то. Это сейчас самое то, что нам нужно. За счет населения Будем быстрее восполнять армию. Так что... Скорость найма. Вся область. Как можно быстрее. И перейдем в наступление. Так, юй-нюй. Че ты нюй, а? Предыдущие сюзерины. Вы можете полностью обозревать весь уезд и окружающие территории. Че ты выделываешься? А тут свои жизненные цели. Общее недовольство. Ну, не вижу смысла с ним заниматься. Просто сейчас вынужден издавать ход и восстанавливать потери. Мы понесли большие потери. Восстанавливаемся медленно. Мэнхо возвращается. Смотрите. А я был близок, чтобы сейчас пойти сюда. Был близок. Продолжим. Действовать через слона. Подтверждаем. Ну, племена Цяньяна объявляют Туань войну. Вот Туань тут. По факту. Вроде бы как-то спровоцировали, да? Мэнхо. Куда-то уйти. Вас мы не знаем. По-любому где-то здесь. Мир не хочет. Пактами нападения не подпишем. Ну, а вассалам... Если бы он нам платил в этот момент. Вот. Прям... Я был бы счастлив. Гордость. За известные ритуалы. И скорость упада гордости. В принципе, растем. Слонов. Пока не призовем. На этом ходу он еще не дотянется. Но он может ударить по городу. Я надеюсь, этого не случится. Город не хотелось бы сейчас терять. Вдобавок ко всему, город он сможет взять-то... Легко за счет слонов. Не, опять отступает. Смотрите. Он со мной играется, что ли? Харе дразнится. Объявляет войну империи Хань. Дунджо. О, еще империя Хань. Утугу. О, какой Утугу. Предводитель. Дунджо Утугу тут объявляет сразу свадьба. Мэн Хо и Джу Юн. Ох ты, елки-палки. А свадьба-то тут происходит. И они сразу конфедерацию образуют. А свадьба-то реально возможна. Я говорил, что на старте кампании ты сам, если предлагаешь, они соглашаются. Но в целом он раз и... Слились. Сердца. Возлюбленных, которые вели вместе сами небеса, сочетались с законным браком. В результате их племена тоже объединились и готовы вместе противостоять любому врагу, который выступит против них. Ох, конфедерация. Да. Огненная дама сейчас тоже может выдвинуться против нас. Угу. Здесь все тихо, спокойно. Дипломатия, ладно. Счастье низкое. Коррупция поднимается из-за этого. Нам повыгонять вас, что ли? Я не пойму. О, Сен-Лэ. Я вас повыгоняю. Будете выделываться. Мне сейчас, допустим, ты не нужна. При всем моем уважении, я тебя выгоню сейчас. Сейчас мы тебя будем выгонять. Так. Сен-Лэ. Она отправить в отставку. Либо можем получить денег, но счастья еще меньше получим. Поэтому просто отправляем в отставочку. Здесь должность назначаем все-таки ДОСы. Ну, я думаю, он нам пригодится. Один из генералов возглавит. Ничего страшного. Так. Можно еще улучшить, конечно, здесь. Выдать предметы. Так. У тебя нет вариантов. Нотца. Тебе все, что можно, выдали. Ну, давай, тебе дадим петуха. Счастье чуть улучшим. И тебе выдадим книжечку. Хотя снабжение, своя армия. Снабжение, своя армия. Счастье. Нотца. Давай свинку уберем. Увеличим снабжение. А ему уже свинку подложим. Идет восстановление. Ладно. Идет восстановление. Ждем. Тем временем. Осталось 4 хода. До полного стэка. Что-то у нас тут. Обеспечить достаточный доход и производство продовольствия. Собрать обширные запасы. Установить общественный порядок. Способствовать росту населения. Вот что значит успешно управлять областью. Спасибо. Спасибо, что оповестило нас. Персонаж уволен. Мы вынуждены отсиживаться. Ну и с ханьцами не воевать. Я надеюсь ханьцы в джунгли сейчас не полезут. К нам. Иногда лучше торговать, чтобы получить желаемое. О. И предлагает даже деньги. Ох ты как. Ох. А это-то выгодно. А это-то хорошо. Сейчас. А с ним-то дружить нужно. Пакт они нападения. Конечно же подписываем. Да, давай. Давай, давай. Сейчас на следующий ход еще в дипломатию сразу зайдем. Может быть все-таки... Чтобы наладить полноценный... Есть. Нет. Торговли больше нет. Фракция включена. Туань. Племена дзаньяня. Туань присоединили. Здесь, смотрите. Они перешли в контрнаступление. И Мэнхо отхватывает потихонечку. Отправим разведчика. Сейчас. Отъявлена война. Коллективное поощрение. Раненый зверь. В лесу вы наткнулись на раненое животное. Смотрев его, поняли, что оно попало в силки охотника и серьезно поранилось. Пытаясь освободиться. Раны очень глубоки. Но вы обладаете достаточными знаниями в ветеринарии, чтобы полностью излечить несчастного зверя. Содержание для отряда зверей, если персонаж первый министр, наследник, не вмешиваться. Ну а смысл не вмешиваться? Конечно же спасаем. И у нас появляется характеристика умолок. Друг животных. Содержание. Плюс еще какая-то копеечка на данный момент. Так что все хорошо. Развитие. Поручение. Нужно еще раз отправить тебя сюда. Ага. Ты возвращаешься. Не вовремя ты возвращаешься. Ох, не вовремя-то сейчас. Здесь гарнизон. Можно увеличить. Дом бойцов. Попытаться защитить. Но рост населения будет уменьшаться. В этой провинции, конечно. Либо торговый порт. Копейка совсем небольшая. Места для празднования. Доход от коммерции. Следующий уровень мы не сможем возвести пока что. Обработка земли. Производство начнет. Пополнение войск улучшит. Давайте, наверное, сейчас мы все-таки возьмем. Рост населения, доход от промышленности и время строительства уменьшит. Мы возьмем все-таки обработку земли. Для восстановления потерь. Для восстановления потерь. Засада. Сколько здесь требует у нас? 25. Идем. Выдвигаемся. Попробуем через засаду. Чтобы, если он здесь, не спалил нас. Чтобы нас он не спалил. Торговое влияние, доход. Здесь пока мы не можем военные прокачивать, к сожалению. Производство, доход от крестьянства. Дальше либо мы должны выбрать. Централизованный труд. Эффективность, коррупция, боевой дуг. Содержание построек уменьшить. Можно доход от промышленности и содержание дружины. Поручение, координация. Ну, поручение это так себе. Как-то пока что я в сторону обработки металла. Наших исконных традиций. Склоняюсь больше сюда. Производство, производство продовольствия. Или давай, наверное, сейчас доход от крестьянства. В принципе, если посмотреть. У нас налогообложение и торговля. Крестьянство вообще не приносит никаких денег. То есть, ну, такое вот спокойненькое начало. Торговое влияние. Ну, давай, наверное, торговлю тогда. Раз такое дело. Доход от коммерции. Хотя торговое влияние чуть другое. А, давай, на будущее еда пригодится. Это дело такое. В Троецарстве еда нужна всегда. Об этом стоит позаботиться сразу. Я очень надеюсь, что... Наша эта... Предводительница сейчас не справляется. И он, возлюбленный, пошел помогать. Госпоже своей. Приходит лето. Так. Ян Фэн объявляет. Ядовитые топи. По слухам, отрава, питающая ядовитые топи, исходит из листвы, что осыпается водоем. Яд этот токсичен для всех, кто не жил среди его испарений с рождения. Некоторые, впрочем, верят, что досы обладают магической властью над болотными миазмами. В любом случае, топи смертоносны для ханских захватчиков, которые снова покушаются на владение досы. Очень скоро они в этом убедятся. Так. О, чесночная настойка. Снабжение и пополнение в своей армии плюс пять. И опыт для досы дополнительно. Будьте как горы. Оставайтесь непоколебимы. В принципе, это еще один повод. Метательные машины способны наносить врагу опустошительный урон с большого расстояния. Да, только я сделал сейчас косяк большущий. Я убрал полноценные уже отряды. Че я сделал, да, называется. Что я сделал, как я мог. Надеюсь, что мне хватит денег на доса. А мне ему нужно заплатить 3400. Прям бешеные бабки. Ладно, давай. Иди к армии. Объединяем вас. Перевод отрядов. Конечно, сейчас продовольствие нам нужно, но будем надеяться, что хватит. Так, идем потихонечку. На 30-очку. А он здесь сидит. Он еще никуда не ушел. Он никуда не свалил, мерзавец. Он не собирается, такое ощущение, что защищать эти территории. Вот племя захватывает его там под хвост. А он даже не шелохнулся. Ладно, хорошо, сдаем пот. Это слишком для тебя, а? Ты понимаешь? В сторону игрока. Нас ждет сражение. И у неприятеля явное преимущество. Да? Разумнее отступить и привести на помощь подкрепление. У нас есть возможность провести ночное сражение. Придется использовать. Да. Сумрак, мрак. Ужас, но. В любом случае, есть здесь сейчас возможность хотя бы боевой дух понизить. Так что, погнали. У него есть слоны, у нас тоже есть слоны. У него есть огненные лучники. Он их уже тоже подтянул. А у нас? А у нас есть слоны. А у нас есть слоники. Здесь должны выигрывать, конечно. Без вариантов. Если мы здесь проигрываем, то... То мы не оправимся. От этого поражения уже. От этого поражения мы уже не оправимся никогда в жизни. Ну, в этой компании. Так, слоники. Есть передовое развертывание. Можем поставить несколько отрядов в засаду. Тебе запретить сразу... Вступать в сражение. Немножечко отступим. Где-то здесь будем их принимать. Слонов прятать, наверное, не будем. Слоны готовятся. Тащить. Так, наверное, даже сейчас вас на двойку. Полководцев со слонами. Почему он считается неравноценным? Слоненком рядом не становится. Дальше. Вас мы выставляем... На тройку. Чтобы не мешать вас. Так как вы один тип. Разделим. Вот вы будете на флангах. Прачников выставляем вперед. Прачники сейчас будут у нас жертвой. Жертвы. Несчастные жертвы. Слушайте, воины! Приготовиться! Начнут участвовать в перестрелке. Копья в руки! Погнали! Он, смотрите, барабанами своими стучит. Пум! Пум! Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум! Ничего. Скоро эти слоны тоже будут служить нам. Не хочешь, да? Выходить. Ну, окей, ладно. Придется нам... Взять... В свои руки. Мышка. Давай, ты сейчас не будешь сбрасывать, пожалуйста. Ну, не надо. Ну, не надо. Даш, я тебя прошу. Идем спокойно. Без резких движений. Боевой дух у них уже подонул. Так что небольшое преимущество у нас тоже есть. У него численное преимущество. У нас в количестве слонов. И... В лучшем боевом духе. Давай, шаман. Сбодри их всех. Пока подводим. Этих не трогаем. Ждем. Вполне возможно, что он пойдет вперед. Метательных машин нет. Естественно, за эти племена играть, как за ханьцев, не получится. За счет артиллерии заставлять их наступать, да? Включаешь артиллерию, бьешь урага, и он вынужден идти в контрнаступление, даже когда его считают защитником. А здесь мы, ну, пытались засаду устроить. Поэтому считаемся нападающими мы по умолчанию. Уж какой лопоглазенький-то, а. Все, увидел нашу армию. Да, вот прачников он спалил. Ускоряемся. Лучники 200 стреляют. Прачники на соточку всего лишь. Лучников перебить не получится. Придется прачников заводить с фланга. Продолжаем двигаться вперед. Как раз на границе. Прачников перебрасываем на фланг. И этих бойцов тоже, но здесь бы как-то в лесу аккуратнее идти, но... Ну, только если назад попытаться, даст он нам это время пройти. Наших людей заметили. Незаметно. Нет, не даст. Все, уже заметили. Идите спокойно сюда. Так, подожди. Стопэ. Обычную скорость. Слишком близко не подходите. На этом и остановитесь. Можно слоников чуть-чуть пододвинуть. Что плучники нас не кацали. Ускоряемся. Вы тоже спрячьтесь. Пусть он тоже закругляет свой фланг. Наша задача сейчас копейщиков расстрелять. Тем более они без щитов. Лучники тут достать нас не должны. Прачники себя реализуют хорошо. А если реализуем прачников, то уже будет возможность что-то делать дальше. Вполне возможно. Раз не получилась тактика засада, сейчас мы перебросим этих бойцов в основную линию атаки. Слоны перейдут на фланг и будут за счет своей скорости, но все-таки они бегают быстрее, да? Это же слоники. Достаточно высокая скорость. Попытаются обойти с флангов и ударить по стрелкам. Прокинуть их, а дальше уже думать о дальнейшем. По-хорошему южные слоны не сильно превосходят вот этих нанчжунских слонов по силе. То есть там... Хотя здесь сейчас все-таки под руководством... Смотрите, урон у них выше. Шанс попадения, конечно. Бонус к натиску лучше. У слоников. То есть боевые слоны превосходят. А вот именно южные слоны... Они, ну, далеки от идеала. Так, бегом сюда. Бегом сюда. Без права на ошибку. Зато я надеюсь, деревушку заберем. Без боя. Моя рука не дрогнет. Мне хватит сил защитить свой народ. Выделывайся, выделывайся. Полководца пока перебросим на этот фланг. Что-то он пока действует в духе трои, да? Там тоже артиллерия не может его заставить атаковать. И пока он как грант просто. Продолжаем его расстреливать, тем не менее. Потому что он вернется. Он 100% вернется. Я хочу еще сохранить как можно больше войну. Поэтому действую сейчас очень осторожно. Хоть и можно было бы выиграть. По идее, в теории, если сразу бросить наши бой, все не вернется. Отлично. Вы достаточно их покоцали. Можно пока сосредоточиться на следующем. Можно было бы выиграть. Но это потом восстанавливает снова потери. Не хотелось бы так думать. Работаем. Великолепно. Ух ты. Ух ты. Лучники. Огненные лучники начинают работать по слонам. Я предлагаю сейчас увести центр. Увести слонов. Группу центр увести. Здесь действуем пехотой. Посмотрим, что он хочет. А ну-ка сейчас полководца бросим. Великолепно. Выстрел. Войнов. Они с щитами уже, эти войны. Полководец отгоняет. Я буду смаковать твой крах. Засаду пока не видят. Так, значит, ребенок. Ага, отлично. Отлично. Пора уже переводить. В атаку. Нанджунские слоны. Нанджунские слоны. Боевые слоны по центру. Вы пока атакуете кого-нибудь. Как говорится. Все, в бой. Солдаты. Мы должны выиграть. Полководцы. И здесь засада. Тут у нас сейчас нарисовывается численное преимущество. Прачники. Расстреливать будут в тыл. Прачников опрокинули. Это уже хорошо. Так, он пытается зацепить сразу два отряда. Не даем ему этого сделать. Уходишь сюда. Отставить. Прачники. В бой. В бой, в бой, в бой. Давай. Через шифт. Слоны сюда. Полководец, в принципе, действует хорошо. Против вражеских слонов. Он их ломает. И великолепно. Справляемся. Очень хорошо справляемся. Очень, очень хорошо справляемся. Ну, я надеюсь, это работает против слоников вражеских тоже. Все, ломаем. Боевые слоны, подтянитесь сюда. Простые слоники, подтянитесь сюда. Ждите сигнала. Ну же, вперед. Вперед. Мы не должны никого отпустить. Мы должны всех убить. И слонов как можно больше. Поэтому я даже полководца сейчас не переключаю. Сигнала. Сокрушитель. Будет сделано. Давай, 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 давай. Бегом, бегом. Да, слоненку здесь плохо. Готовьтесь. Бегом, бегом. В атаку. Блин, конечно, сейчас... Покажите свой гнев. Все сложно. Внимание. В плане здесь слонов... Ну, давай, уходи. Нужно помогать. Наш слоник другой побежал. Я в войны удираю. Трусливые псы. Здесь боевые слоны не могут опрокинуть полководца. Поэтому нужна твоя помощь. А может прачников отправить слонов как бы встречать? Они однозначно сейчас бросятся в бой. Давай, 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 давай. Вперед. Слишком многих полководцев слонов наших положили. Давай, подходим, подходим, подходим. Сейчас всех... Наша храбрость неистащима. Вот так. Бежать надумали. Сражается до последнего. Наш слоник не возвращается. Прачники, подключитесь здесь. Слоны, похоже, не хотят возвращаться. Так, великолепно. Остался мэн-хо только. Ещё один шаг к победе. Давай, 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 давай. Ту способность не успел активировать. Слоны. Давайте вы уже будете добивать просто. Врагов. Потому что мы понесли по слонам неприятные потери. А уже с мэн-хо разберётся лично мул. Без поединка. Просто вот так вот оп. Бивнями по коню. О, так вот сбили его с коня. Красавцы. Боевые слоны. Я горжусь вами. Преследуем всех. Добить каждого. Это не засада. Это не учение. Ох, вы в принципе-то... Может, ещё парочку слонов убьёте. Нет. К сожалению. Эту парочку... Ну, опять, по центру отряда стреляют. Исключительно. Добить всех. Численное преимущество есть. Но ночь. Ночь творит чудеса. Ночь даёт преимущество по боевому духу. И можно... Более даже сильных убивать. И огненных лучников догонять, конечно, нужно. Хотя ты далеко. Ты давай прачников, ладно. Слонники могут ещё подтянуться. Если сейчас мы их от границы вот так вот отжимать будем, аккуратно, аккуратно. И очень... Эффективно убивать. Огонь для племён — это зло. Это просто... Ярчайшее зло воплотить. Вся их броня — это... Это спичка, которую нужно лишь поджечь. Просто спичечка. Кто тут остался? Так, но этих, я думаю, засчитают уничтоженными уже. Прачников тоже. Вот этих прачников. Покоцей. И всё. В общем, мулов соло силён. Он один может сделать всё. Бронзовый слонёнок. Против троих полководцев, как видите, ну, не смог в бою выстоять. Да и на самом деле, я думаю, мулов тоже против троих. Плюс легендарный там лорд был. Пострадал бы значительно сильнее. Прямо действительно пострадал. Но мы выиграли. Это хорошо. А теперь нам нужно занять город. Мы можем предмет у Даса забрать и отдать его нашим полководцам? Без проблем, да. Это и... Ну, как-то легендарный... О, всё. Уничтожено. Отлично. Давайте пировать! Великолепно. Мэнхо повержен. Нам предлагают свою службу. Каменный топор. Это ж обычный топор, он есть у всех. Ай-си-юй-щи! Но смысл, мы рано или поздно к этим слонам в любом случае получим доступ. Хотя, конечно... Интересный вариант. Персонаж первый министр. Целенаправленность. Пополнение войск. Своя армия у него есть. Хороший бонус, верность. Понижать штрафы, снижать стремление, получить независимость управляющего. Блин, а персонажи такие хорошие. Но тут есть друзья. Мэнхо, если мы его казним сейчас, будет очень зол на нас. То есть это его друг. С огненными лучниками. Поэтому предлагаю отпустить. Отпустить пленников! Мы все-таки Мэнхо присоединим. Он будет с нами. И ненависть его нам не нужна. Мы должны думать наперед. Наша задача их присоединить. Этого можно взять на службу. На перспективу. Заплатить дополнительное 150 ему, конечно, в заход. Зарплату. Тут уже лучники, есть слоники. Давай возьмем. Тем самым он, я надеюсь, этого не наймет. И слона не подтянет. Восполняем потери. Но не полностью стек. Так, естественно. Хорошо, что мы того переманили. Потому что слоны в рядах были бы. Вы можете заключить с этой фракцией торговое соглашение. С какой с этой? С какой с этой? Ну, дальше ритуал слона. Продолжаем. Слон нас не подводит. Мирный договор. А это плохо у нас на границе здесь. Если становится все спокойнее, то они могут уже подумать о войне. Против диких племен. То бишь, против нас. Ах, из осады мулу. Так, названные родичи. Лебау. Каменная свинья. Полученный предмет. Будет сделано. И звонки. Гарнизон есть. Попытаться добить этот стек для начала. И вытащить гарнизон из города. Наверное, так и следует сделать. Так и следует сделать. Но уже в следующей серии, друзья мои. В общем, разбили мы нашего самого великого вождя, который считал, что именно он должен объединить всех и вся. Но у нас есть мулу, который займет его место. И которому он будет в итоге служить. До следующей серии, друзья мои. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока.